В одной урне лежали два белых шара, в другой два чёрных, в третий один белый и один чёрный. На каждой урне висела табличка, указывавшая её содержимое. Б, Б, Ч, Ч или Б, Ч. Шутник перевесил таблички так, что теперь все надписи не верны. Можно ли, вынув один шар, определить, что где находится? Да, пожалуйста. Надо вытащить, по вашему мнению, отсюда. И что будет дальше? Если вытащили белый шар, то у вас есть белый. Молодец. Действительно, давайте подумаем, что на самом деле может лежать здесь. Здесь может быть либо Б, Б, либо Ч, Ч. Ну, давайте первый случай. Предположим, что мы вытащили шарик, оказалось, что он белый. Тогда мы точно знаем, что здесь Б, Б. Так, ну и что дальше? Выходи быстрее, покажи. Что дальше? Если здесь Б, Б, что из этого, собственно, следует? Ну, то есть, что тут точно не может быть Б, Б, Б. Тут же не может быть Б, Б, согласен, да. И не Ч, Ч. Но если здесь и не Б, Б, и не Ч, Ч, значит, здесь обязательно Б, Ч. Согласен. И здесь что остается? И остается Ч, Ч. Так, отлично. Нет, это, извините, выполнение задачи только решили. Потому что есть еще и второй случай. А если мы вытащили, и оказался черный шарик, что тогда? Тогда Ч, Ч мы уже вытащили. В этой урне. Может быть, только Б, Б? Не Б, Б, потому что надпись не может указывать, да? И значит, в этой урне что? Если не Б, Б, и не Ч, Ч? То Б, Ч. В этой урне Б, Ч. И здесь автоматически что? Б, Б. И здесь автоматически вы правы, да? Б, Б. Вот. Значит, ребята, обратите внимание. Это действительно очень простая задача. Смысл ее на самом деле вот какой. Если у вас есть три объекта, ну, один объект – это шарики Б, 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 и другой объект – это там, где черный-черный, и третий, где белый-черный, то эти три объекта можно переставлять всего шестью способами. Всего шестью способами. И давайте посмотрим, что где. Здесь вообще все на своих местах. Это не бывает. Здесь единица на своем месте, поэтому в нашей задаче тоже так не бывает. Здесь тройка на своем месте. Здесь, а вот здесь, смотрите, единица не на своем месте, а на третьем. Двойка не на своем месте, и тройка тоже. Да, такая ситуация возможна. Три-один-два. Три-один-два тоже, да, тоже возможно. И теперь три-два, где невозможно, потому что двойка на своем месте. Обратите внимание, всего два варианта. Поскольку нам нужно различить между двумя вариантами, то абсолютно понятно, что мы можем это сделать при помощи вытащения одного шарика. Заметьте, мы вытащили один шарик вот из этой коробочки. Если он белый, то вот этот вариант. Если он черный, то вот этот вариант. Два, два, не знаю, две ситуации. Две ситуации. Между ними делаем выбор. А все другие ситуации запрещены по условию задачи. Тоже замечательная задача. Она была, очень замечательная, действительно, геологическая задача. В стране три города. Правдин, Лгунов и Переменск. Город, где все правдивые. В стране всего три города. Жители города Правдин всегда говорят правду. Жители Лгунова всегда лгут. А жители Переменска строго попеременно лгут и говорят правду. Пожарным позвонили. И состоялся совершенно удивительный диалог. Совершенно удивительный состоялся диалог. Смотрите. У нас пожарный. У нас пожарный. Где горит? Спрашивают пожарные. В Переменске. Отвечают им. Вопрос. Куда ехать пожарным? Ошибаетесь. Если бы все были честные, то действительно ехать надо было бы в Переменск. Но у них такая странная страна. И все уже привыкли. Давайте сделаем так. Те, кто считают, что знают решение, пожалуйста, сейчас выйдите сюда. И по очереди я дам вам слово. Выходим. Нет. Поднимаем. Выходим, выходим. Не стесняйтесь. Ничего. Быстрее. Те, кто считают, что у них есть решение задачи. Пожалуйста, быстрее выходите. Так. Ну, в каком порядке? Не важно. Давайте вот вы у нас самый раздумчивый. С вас начнем. Не обязательно сворачиваться при этом. Да, да, да. Говори. Правда. Почему? Потому что... Они говорят постоянно правду. Замечательно. Они говорят постоянно правду. И смотрите, пожалуйста. У нас пожар, они звонят, они говорят правду. И после этого, где горит переменские. Как же, ничего себе... Нет, нет, садись. Не то. Так, давайте мы будем идти по очереди. Отпустите, пожалуйста, руки. Больше выходите. Все, вышли, больше не надо. Так, говори. Ехать надо в Лгунов. Почему? Потому что, вот, вот, они тут звонили, и они могут... Они же обманывают, они могут взять и обмануть. Они... Игорь, пожалуйста, здесь говорят. Они не могут взять и обмануть. А люди из города Лгунов всегда говорят ложь. Так, и шло. И почему вы считаете, что надо ехать в Лгунов? Вернись к людям. Да. Почему надо ехать в город Лгунов? А кто звонит? А мы не знаем, кто звонит. Представьте себе, что вы оператор. Нет. Сядь, пожалуйста. Представьте себе, что вы оператор. Состоялся такой диалог. На этом телефонная связь оборвалась. Все. Называется, вызов приняли, да? Собственно, когда вы, не знаю, в скорую помощь звоните, то с вами же не так долго разговаривают. Вы просто звоните, называете адрес, там, не знаю, что там произошло, потихонечку рассказываете, и все. И здесь то же самое. У нас пожар, где горит, в Переменске. Нормальный совершенно разговор. После этого дежурный, который там всю жизнь работает, посылает свою команду пожарную, и он не промахнется. Так вот, давайте поймем, куда же он ее пошлет. Говорит. Я думала, что нужно сначала поехать в Лгунов, они собрут, а потом поехать в Лгунов. Отлично. Надо подряд проверить все три города. Я думаю, что при таком руководстве пожарной охраны сгорит все. Все, давай, иди. Это неправильный способ. Садись сюда, ты все сказал это свое. Говори. Громко только. Я тоже думаю, что Лгунов и правдин. И Лгунов и правдин. Надо съездить, на всякий случай, и туда, и сюда. И там, когда все догорит, то... Беременские... Замечательно, садись. Разумеется, не может так работать пожарная охрана. Если бы ему надо было что-то, он бы еще что-то спрашивал. Но вот этой информации оператору хватило. Он больше не стал ни с кем разговаривать. Он уже все знает. Говори. Надо поехать в правдин. Почему? Надо попросить их, чтобы... Понятно. Приехать в правдин и спросить, что же на самом деле, да? У нормальных, честных людей. Нет, попросите, чтобы полгорода поехало в Лгунов и полгорода... Замечательно. Замечательно. И после этого, чтобы никакие Лгуны едем из Переменска, никогда бы никому не звонили. А разговаривать только с честными людьми. Оно, конечно, хорошо, но опять все сгорит. Это не серьезно. Пока вы будете делать революции... Понимаете, ребята, всегда есть борьба между стремлением к идеальной жизни. Вот как было бы хорошо, если бы все вокруг были бы... Да? Это одна ситуация. И другое, что надо просто жить. Да? Мы не можем все время только строить идеальные планы. Мы должны просто как-то нормально жить. Поэтому ваша идея, что когда пожарная охрана получит такой вызов, она должна не думать о тушении пожара, а поехать, взять город Правдин, разделить его пополам, половину поселить туда, половину сюда. То есть вы предлагаете революцию? Правильно, да? Все сгорит. Все сгорит у вас. Пока вы будете идеально планировать свои города, садитесь. У вас просто все сгорит. Говори. Правдин. Правдин. Почему? Потому что он никогда не везет. Замечаете, да? Может быть звонили, да не оттуда. Я тебе больше скажу. Из Правдина звонить в принципе не могли. У нас пожар. У нас. У нас пожар, говорят правдинцы. А потом говорят ехать в Переменск. Они что, спятили? Да. Если у них пожар... Нет, нет, секунду. Мы по очереди всех разберем. Так, поняла? Правдин нельзя. Так, сядьте, пожалуйста. Дайте людям сказать, кто уже вышел. Да. Я считаю, что в Переменске. Повернись. Повернись. Твои люди, твои знакомые ребята тоже достойны твоего внимания. Я считаю, что в Переменске. Да. Почему? Потому что это... Они же каждый день... Ну, как бы, по-моему, по-моему. Так. Ну, вот. Если этот день они врут, значит, это... Смотри на людей. Значит, это... Давайте подумаем про Переменск. Представьте себе, что звонят из Переменска. У нас пожар. Ну, например, это правда. Где горит? А дальше они должны сказать неправду. Это очень странно. Или еще хуже. У нас нет пожара. Да? И это если они начали с вранья. А почему-то ехать все равно в Переменске. Нет. Если звонили из Переменска, то в Переменск тоже ехать не надо. Садитесь. Вам слово. Повернись к людям. Я думаю... Вам не надо на нее наступать. Я думала, что надо... Потому что здесь огромное место. Почему здесь создается толпучка? Подговаривай. Я думала, что надо приехать в город Гунов. Почему? Потому что... Смотри. Приехала ты в город Гунов. У нас пожар. Значит, нету никакого пожара. Где горит? В Переменске. Значит, не горит в Переменске. Поэтому в город Гунов ехать тоже бессмысленно. Тогда никуда не надо. Никуда не надо ехать. Пусть все горит синим пламенем. Хорошо. Следующий. Заметьте, задачу еще никто не решил. То есть было уже много слов сказано, но ни один человек еще решение не предъявил. Да? Мне кажется, что надо ехать в Лугунов. Надо ехать в Лугунов. Почему? Правдив. Потому что если у Лугунов отвечает, у нас пожар, значит, они врут. А почему у Лугунов отвечает? А вдруг Правдив? Откуда вы знаете, откуда звонили? Какие Прагивы в том числе? Мы не знаем, откуда звонили. Все, садись. Я думаю, что звонили, что из Лугунова, а ехать надо теперь в Правдивинск. Потому что они говорят, у нас пожар, значит, это не Брат, значит, не у Лугунов пожар. И что надо ехать в Переменск, значит, не в Переменск. И значит, что не у Лугунова, и не у Лугунов. Ваша версия такая, звонили из Лугунова. Так, замечательно. А ехать надо куда? Не в Переменск, а в Прагивинск. Ехать надо ехать куда? Да, в Правдивинск, неважно. Ну что, во-первых, это уже согласуется с разговором. То есть, смотрите, если звонили из Лугунова, то они сказали, у нас пожар. Значит, в Лугунове пожара нет. Они на вопрос, где горит, ответили, в Переменске. Значит, в Переменске не горит. Ну, поскольку городов всего три, если не горит Лугунове и не горит в Переменске, значит, автоматически, если и горит, то в Правдивинске. Хорошо. Вы понимаете, что это еще не решение задачи? А вдруг Прагивинск... Чему не решение? Потому что вы начали со слов «пусть звонили из Лугунова». Интересный вопрос. А если это не так? Вот давайте. Пусть звонили из того города, где все правду говорят. У нас, кстати, это невозможно, потому что они говорят, у нас пожар, а потом нам пожар, что в Переменске... Правильно. Эти два утверждения, если звонили из города правду, противоречат им дружке. Все. Значит, из Правдина не звонили. Хорошо. Пусть звонили из Переменска. Из Переменска тоже это невозможно, потому что они сначала говорят, у нас пожар. А значит, потом они должны говорить неправду. Правильно. Потому что если звонили из Переменска, то это одно и то же. А они должны менять все время. Правда-неправда, правда-неправда. Смысл поняли? Да. Да. Ну все. Все. Вы уже не нужны. Потому что задача уже решена. Задача уже решена. Вы поняли решение? Или прослушали? Значит, смотри. Надо было разбирать варианты. Звонили из Улбунова, из Правдина, из Переменска. В одном случае у нас все хорошо получается, все согласуется. А в других случаях получаются противоречия. Договорились? Договорились. Спасибо. Хорошо. Теперь давайте так. У нас осталось всего 10 минут. Я... Так. Совсем простенькая задача про кружочки. Думаю, ее все легко решат сейчас. Очень простая. Ни в коем случае не надо сейчас ждать, когда вам покажут решение. То есть мы, конечно, его разберем, но лучше решить самому. Значит так. Имеются кружочки вот так вот, соединенные. Имеются такие же кружочки. Тоже так вот, по вертикали соединенные. И здесь они соединены вот так. Здесь они соединены вот так. И здесь тоже самое. Смысл поняли с кем? Да. Еще есть здесь по кружочку. Которые соединены со своими тремя. И здесь. Задача. Расставьте цифры от 1 до 8. Чтобы ни в каких двух соединенных отрезком кружочках не оказались бы соседние, то есть отличающиеся на единицу, натуральные числа. Ну то есть написать, скажем, 5 сюда и 6 сюда нельзя. То есть если вы написали сюда 5, то 6 или 4 можно написать сюда, можно написать сюда, можно написать сюда, можно написать сюда. Но нельзя писать сюда, сюда, сюда или сюда. соседние числа не могут быть соседними в этой схеме все понятно все работаем недостаточно сейчас написать цифры а надо объяснить как вы так быстро сумели сделать объяснять вы будете почему-то сюда за линейку понятно садитесь математика это совсем не менее знаете сейчас попросили решить задачу то что вы сказали самое малодоступное место видно что решение у вас не будет да быстрее объяснить что писать пока писать ничего нельзя то есть получается что вы просто догадались они решили задачу плохо вы тоже то есть у вас просто числа расставлены но решение вы не знаете да то есть как объяснить да я вас зря начал хвалить я вас зря начал хвалить а на самом деле ничего особенного сложного в этом нет решение у этой задачи все решения можно найти то есть просто относитесь к этому не как как не как способ просто расставить а попытайтесь проанализировать давайте подсказка посчитайте с каким количеством кружков связан вот это давайте выделим этот кружок если то поставлю звездочку и зададим себе простой вопрос с каким количеством кружков он связан один дальше 6 кружков всего у нас здесь сколько 8 вот есть кружок и и слушайте а я это не понимаю как это бывает вот у нас есть цифра рядом с ней 2 они не могут быть в этих кружках не могут а если вот берем какую цифру скажем 4 сюда ставим если сюда ставим 4 тогда тройку и пятерку нельзя ставить рядом значит вот эти три уже не получать остается 1 2 3 4 5 а кружков куда надо поставить 6 что еще столько что объяснил молодец в этом месте может быть только 1 или 8 так давайте же я это и сделаю ну поскольку схема симметричная то неважно куда ставить куда-то ставлю единицу куда-то ставлю восьмерку заметьте что это уже большое продвижение теперь догадайтесь пожалуйста вот если единица да то какая где стоит двойка на этой схеме где справа совершенно верно двойка стоит справа а где стоит семерка слева слева абсолютно верно так давайте мы из наших чисел уже уберем все что проставили 1 2 7 8 у нас убежали дальше или над или под интересный вопрос почему потому что 6 нельзя ставить сюда она же с семеркой дать не может значит 6 надо ставить сюда и сюда но поскольку симметричная картинка давайте например 6 сюда хорошо остались только цифры 3 4 5 дальше 5 слева вниз под единицей 5 нельзя сюда 6 под единицей здрасте а почему не сюда 8 так смотрите тройку интересно вообще я не понимаю 3 4 5 я уже запутался тут же вариант 6 1 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 сюда можно поставить я не понимаю да сейчас так господа осталось всего ничего кто выйдет объяснит вот смотрите скажи пятерку куда ставить под восьмеркой почему пятерку под восьмерку сюда нельзя я понимаю сюда или сюда два варианта пятерку под восьмерка и четверку на четверку куда ставить на единицу тройку под восьмерку если я поставлю тройку сюда то четверку с пятерки придется ставить сюда и они будут друг дружке мешать согласны значит тройку сюда нельзя ставить тройку нельзя сюда ставить потому что они будут мешать вот так значит только здесь хорошо рядом с ней нельзя ставить четверку значит четверка сюда и тут пятерка